Как оцениваете настроение села? Я думаю, что жители села Терновка готовы работать, готовы сотрудничать. И это видно и в вопросах, которые задаются, и в настроении, которое находится у людей. Ни в парканах, ни в Терновке нету ямы-бекари, так называемые, ну, скотомогильников. Вот сдох поросенок, куда его отнести? Закопали в огороде, выбросили соседу, отнесли на мусор, понимаете, это... Как это решить? Денег ни у кого нет, и кто этим... Уже годами это все... Знаете, так сложилось мое жизнь, что я занимался процессом разработки Ян-Убеков. И это очень, довольно-таки, дорогостоящая процедура. И на сегодняшний момент поднимать вопрос, конечно, необходимо. Рассуждать необходимо, но сегодня строительство этой ямы практически невозможно. Что я хотел сказать, уважаемые друзья, вы должны прекрасно понимать, что экономическая составляющая наша желает быть лучше. Можно вопрос? А на ферме есть Ян-Убеков? А в чем проблема? Почему инстерство вместе будет сделать ее? Это сейчас? Нет, нет, она сделана, она эксплуатируется вместо. Уже нету, ферма разваливается, и яма уже завалилась три года назад. Нет ямы, была, была, правильно, было. Отвозили, чтобы выбрасывали. Сейчас нет, яма сейчас, сколько у нас крепость. Возвольте я продолжу. Я, честно говоря, вы настолько оперативно задаете вопросы, что я не спеваю даже сказать А. Что касается дорог и оперативности в ремонте этих дорог, мы должны прекрасно понимать, что ситуация, связанная с экономикой государства, находится в очень, на мой взгляд, тяжелом положении. Сегодня и президент, и мы на местах делаем все возможное, все возможное, чтобы поднять нашу экономику. Поверьте мне, сегодня это главная и основная задача перед государством запустить производство, позволить работать на земле, позволить предоставить вам рабочие места, сделать так, чтобы наша молодежь отсюда не выезжала. И это основные приоритеты, это основные задачи и главы государства, и нас, и его представителя, на местах. Пожалуйста. Можно, да? Вот вы только что сказали, чтобы наша молодежь не выезжала, оставалась на местах. А где же она останется? Если у нас в основном земли разобрали, вот наши бывшие колхозники, земли разобрали. И кто разобрал? Список есть, держатели земли. Ни одного смертного в селе, прообыкновенного смертного. Мы все смертные. Нет, так, обыкновенные смертные, есть немножко необыкновенные, есть обыкновенные. В том списке есть только необыкновенные смертные, которые были, когда тренерами бригад, руководителями, работали в госадминистрации. Они содержат сейчас и 5, и 10, и 20, и 50 гектаров земли. А мы, несчастные смертные, несчастные, это я считаю, мы даже не можем 10 соток на посев какой-то люцерки несчастных для нашей скотинности. Вот такой вопрос. Скажите, почему так у нас несправедливое было распределение? Молодец. Позвольте, я, конечно, надо отметить момент простых, непростых и очень сложных смертных. Вот у нас представитель церкви, он подкорректировал ваш момент, высказывает, скажем так, что касается смертных. Это такое небольшое отступление от этого вопроса. Позвольте, я закончу. Я, честно говоря, не успеваю отвечать, вы уже задаете следующее. Что касается земельных участков, на сегодняшний момент проблема существует, что вполне возможно, что желающих работать на земле гораздо больше, чем существует у вас в населенном пункте самой земли. Но сегодня нет ни юридической, ни другой возможности, если сегодня эта земля закреплена, предположим, за каким-то сельхозпредприятием, прийти и сказать, что уважаемый Петр Петрович, Иван Иванович, Петр Поликарпович, ты нам сегодня не нравишься, потому что не простой смертный. И мы в тебя ее забираем, эту землю. Мы не имеем права на нее. Здание сельского дома культуры уже давно в аварийном состоянии. Чем заниматься молодежи в селе? Такой вопрос подняли на долгожданной встрече. Хотелось бы сделать ответ, когда что-то с этим зданием будет делаться, потому что экономика очень важна, социальные вопросы очень важны, воспитание подрастающего поколения, чтобы они могли куда-то себя деть, а не в пары. Вы знаете, немножко постараюсь разрядить ситуацию и процитирую слова с одного хорошего, доброго фильма. Вы знаете, говорит, есть желание купить дом, а возможность только козу. Вот у нас где-то так на сегодняшний момент. Может быть, это не совсем хорошо, но ситуация именно в таком разрезе, в таком формате. Что касается управления культурой и вообще домов культуры, я со своей стороны с первых дней обратил внимание, в первую очередь, это на детские сады, это на школы. И обратите внимание, третий вопрос – это управление культурой и, в частности, дома культуры. Я уверен в том, что сегодня дом культуры является очень необходимым звеном, которое тем или иным образом влияет на развитие района с точки зрения патриотизма и так далее. Ситуация сложная, но в любом случае мы со своей стороны, даже с прошлого года, постарались найти средства. Да, не в ваш дом культуры выделен, но постепенно, поэтапно, небольшими, какими-то маленькими шагами мы будем приводить все в должное и в необходимое для работы состояние. И, как ранее было сказано, нельзя за один год, за один месяц сделать то, что разрушали 20 лет. Даже нисколько разрушали, сколько не поддерживали. Вы не представляете, насколько мне хочется. Да, пожалуйста, позвольте, я предоставлю слово начальнику управления культурой. Добрый день. Я хочу немножко пояснить ситуацию. Эта проблема нам известна, проблема 20-летия, скажем так. И именно она очень остро стоит в селе Терновка, потому что дом культуры, особенно до того, как была отремонтирована в нем крыша, находился в аварийном состоянии. На сегодняшний день крыша, спасибо, отремонтирована. Но сам зал аварийный, в нем нельзя находиться людям. Этой осенью приезжала в село комиссия из Министерства просвещения, в которой были специалисты по строительству, которые посмотрели ситуацию на месте. Сейчас идет осмечивание этого вопроса для того, чтобы включить в том числе и дом культуры села Терновка в государственную целевую программу по ремонту капитальному сельских клубных учреждений. И даст Бог, эта программа, если будет принята, она будет действовать с 2014 по 2018 годы. Терновка 100% включена в эту программу, но других средств там нужны огромные капитальные вложения. На сегодняшний день так. О разбитой дороге, неосвещенной улице, отсутствии рабочих мест и досуга у молодежи – такова реальная картина села. И как следствие – процветание преступности. Ведь наша молодежь в Терновке ночью, два часа ночи, вот идет, а нечего делать. Вот на русской части разбила все заборы подряд, вот все, личные все, все группы. В масках ходят ночью пенсионеры, вы избиваете их, обморовываете, чтобы у них было занятие. А так что, мы в Минске, в Минске, в Минске, в Минске. Мы вообще не работаем все. Вообще! У меня была карта, я им двою вызываю, а медленники я не могу приедать. Так мы ночью, нам из летнего, мы не сможем выйти. Мы пенсионеры, мы и ты уже приедем. У нас было рекомендаций. Мы посмотрим на вас, потому что светло, по моему миру проходит. Я буду сюда вас представить, в первую очередь. Тише, тише. Тишина, тишина. Не, не прошу, меня уже. Зовут меня Олег Михайлович, помилея Майдерейко. Здравствуйте. Зовут меня... Тишина, попросила. Так, тихонько, давайте мы не будем думать разговаривать. Вы все-таки здесь приходите с присутствием главы господинской администрации, а не все-таки бандитов и хулиганов. Зовут меня Олег Михайлович, помилея Майдерейко. Зовут меня Олег Михайлович, помилея Майдерейко. Проблема Майдерейко. Запишите помилю. Со стороны жителей села Терновка поступают вопросы с плохой работой со стороны сотрудников милиции. Попробуйте пояснить нам ситуацию, в которой мы находимся. Мне нужны, кстати, конкретные факты. Кто звонил, когда звонил и кто не отреагировал. Вы знакомы? Представьтесь. В первую неделю мы назначили, приходите завтра, приходите послезавтра. Встреча наша состоялась с 1 декабря 2021 года. 12 лет. Неделя. Вы что выгодите? Вы что выгодите? Я вас не видел. Да вы что? Вы помните? Вы нас так унизили. Муж с высшим образованием, работал столько лет в колхозе. Вы нас вообще унизили перед каким-то алкоголиками, которые погостили нам, во дворе кидали яйца в сыры. Вот этих китер с этим магазином, с этим сушко тоже самое. Все связано с вами. Я хочу превращать это в балаган. У меня есть прием граждан. Два раза в неделю. Вы придете и конкретно мы с вами обсудим эту ситуацию. Вы помните, это был не прошлый год, это был 2009 год. В пару человек целую неделю мы не попали к вам на прием. Я вам еще раз объясняю. У нас прием граждан. У меня два раза в неделю. У Евгения Викторовича тоже два раза в неделю. И того четыре раза в неделю. Я лично звонила вам в 2011 году. Как ваши фамилии? О Ханькох. Был такой звонок. Два часа ночи нас обокрали. Украли птицу. Можно так говорить. Ну вот так получилось. Все были дома и так теменько все это сделали. Я бегом звоню своей знакомой. Ищу номер. Все советы оттуда беру. Мне дают ваш номер телефона. Звоню вашим участковым. Вашим участковым. Я работаю здесь четыре года. И поменялось со мной же пять участковых. Да. Прошло вместе со мной. Вы дадите мне сказать. Хорошо. Я позвонила по одному. По одному номеру. Мне дали два. Я позвонила по одному номеру. Никто трубку не брал. Я набираю другой номер. Попадаю на другого. Подняли трубку и сказали. Вы знаете. Я сейчас не могу к вам приехать. Позвоните подругу моему напарку. Я говорю. Он трубку не берет. Ну извините. Я приеду завтра утром. А когда можно было хотя бы по следам пойти. И я уже говорю. Я знаю где это. Мясо варится. Пахнет на улице. Ну там полная комната народу. Там такие жлобы. Что я туда не сунула. Я на то права не имела. И что в итоге получилось. Обещаю вам. Следователь приехал со Слободеи. Но вы ни один не подошел. Ни один. Ни вы не ваш напарку. Обещаю вам. При домой извинялся наш депутат. Но вы даже не позвонили. Сказали. Все. Давайте. Я ситуацию понял. Я вас уважаю. Давайте сделаем. Ситуацию я вам через чертах. Для себя уже прессовал. Что связано с машиной. Давайте пока весь вопрос поднимать не будем. Я со своей стороны вам обещаю. Что в кратчайшие сроки. С завтрашнего дня. Вопрос будет. Скажем так. Взят на контроль. И ситуация будет урегулирована. И больше вопросов негативного характера. К милиции. У вас больше не будет. Давайте не будем пока здесь задерживать. Давайте дальше. Спасибо. Такие встречи по населенным пунктам. Будут проходить еженедельно. Планируется что до конца апреля. Сходы пройдут во всех селах и поселках Слободзейского района. Субтитры создавал DimaTorzok